Привет! Канал «Вкусовщина» в Бишкеке, столице Кыргызстана. И в этом выпуске мы покажем вам топ-6 лучших мест, где можно вкусно поесть. Ну а дорого это или дешево, решать, конечно же, вам. И как же в Бишкеке не посетить настоящую чайхану? Чайхана новат. На самом деле это целая сеть. Их тут 5 или 6 штук, и на 3 по 2 зерене обозначено в рейтинге топ-10 под третьим номером. То есть третье место по отзывам туристов и, конечно же, жителей Бишкека. Начинаем с супа. С первого блюда это «Мостова». Национальный суп с рисом и мясом. Смотрите, зелень очень горячая. «Мостову» едят с каймаком. Каймака – это такая местная сметана, но жидкая. Вот, посмотрите. Так вот заливаем. Без каймака тоже можно, но мы будем есть исключительно по классике. Очень вкусно. Посмотрите, какой наваристый бульон. Вот такой один суп, и вы наелись. Цена такого супа – это маленькая порция, то есть есть еще больше 170 местных сом. Это около 130 рублей. Вообще недорого. Принесли праздничный плов. Вот такая красивая подача с перепелиным яичком, с козы. Красный перчик очень красиво выглядит, очень инстаграммно. Праздничный плов отличается тем, что в нем есть даже изюм, помимо морковки, риса и говядины с бараниной. Здесь микс говядины и баранины. Вот мы сейчас и узнаем, есть ли здесь все эти два вида мяса. Мне попалось. Баррельно. Знаете, хорошее, но суховато. Вот суховато. Как-то, мне кажется, в Зирваке не додержали. Надо было на 10-15 минуточек побольше. Давайте найдем говядину. Вот по виду, где она. Говядина тоже суховата, но она должна быть такой, потому что говядину дико мягкой сделать не можете. Это само по себе постное мясо. В общем, вкусно. Давайте рассмотрим рис поближе. Смотрите. Рис рассыпчатый. Это самое главное. Кстати, что главное в плове? Знаете, что главное в плове? Нет, не мясо. Тем более уж не вот эти вот прекрасные украшения. Главное рис. Если рис сделан правильно, это уже 90% успеха. Стоит вот такая порция плова. Это очень много. 345 сон. Это около 300 рублей. И закусим мы плов салатом Шакараб. Шакараб. Это, в принципе, то же самое, что я чичук. Это очень вкусно. Здесь вообще нет проблем с помидорами. Прям идеально под плов. Отдельно пробуем козы. Смотрите, все как положено. И жарок, и мясо. Все как надо. Бесподобно. Но солоновато. Вот под пиво, я бы сказал, идеально. Многие это могут подтвердить. Самса с мясом. Очень вкусно. Прекрасное тесто, посмотрите. Прям очень мягкое, воздушное. И барайна. Барайна с луком. Все как надо. Прям идеально. 80 или 85 сон. 60 рублей. Господи. Ну, за такие деньги. Такая вкуснятина. Просто идеальное соотношение цены и качества. Прогуливаясь по Бишкеку, вы в любом случае захотите перекусить. Но заходить в ресторан абсолютно не обязательно. Тем более, ну, честно сказать, обслуживание здесь такое на лайтах. Неспешное. Поэтому можно легко и непринужденно поесть манты в прекрасном заведении под названием «Манты на районе». Мы с вами здесь видим манты с тыквой за 180 сом. Манты с мясом 200 сом. По 5 штук. 200 сом. То есть 40 сом. Всего 40 сом. Одна штука. Фирменный соус среднеострый за 30 сом. В общем, выбор-то не очень большой. Но, в принципе, а зачем нам больше, если это на самом деле вкусно? Закажем мясные. Спасибо. Перчаточки дают, между прочим, сервис. Да. Давайте вот сюда отойдем и попробуем. Там ложечку для соуса. И ложечку для соуса мне дадут. В общем, подход очень современный. В основном все, естественно, берут на заказ. Курьеры возят на дом эти манты. Бульончик практически нету. Так и должно быть. Смотрите. Как хорошо. Лучок. Мясо. Смотрите, тесто очень нежное. У меня так бабушка лепила пельмени в детстве. Это вот вкус детства по тесту. Почти, почти. Чуть солоновата, но так должно быть. В мантах они не должны быть пресными абсолютно. И давайте попробуем с соусом. Нам дали ложечку. Не надо ничего макать. Смотрите. Соус интересно какой. Не острый. Просто томатный. Соус с этими прекрасными местными помидорами. Вот так вот обильно. Прям. Очень вкусное рубленое мясо. Очень хороший баланс с луком. Лук не перебивает мясо. Что важно. Манты на районе точно заслуживают вашего внимания. И главный плюс заключается в том, что они больше всего похожи на хинкали. Плохо это или хорошо, я не знаю. Наверное, киргизы или узбеки напишут мне в комментариях, что не надо сравнивать ничего с хинкали. Однако, сам мастер, который готовил их, сказал, что у них появились клиенты, точнее, появилось их больше, только после того, как они стали делать мясо более сочным. И там появился так называемый сок. Поэтому, если вы будете в Бишкеке, обязательно зайдите, попробуйте. И напишите нам в комментариях под этим видео, что лучше, хинкали или манты на районе. В Бишкеке обязательно стоит посетить центральный Ожский рынок. Здесь вы можете найти абсолютно все. От специй, овощей и фруктов до любой одежды, выпечки. Такая история. Прежде всего, на Ожском рынке нужно пойти и попробовать козы. Прям свежая, прям сладка и прямо в мясном отделе. А это у нас козы и шуджук. Козы чуть-чуть можно, одно и то же. На меня, пожалуйста, снимите меня, пожалуйста. Козы и шуджук, шуджук одно и то же. Пожалуйста, казахи и киргизы, которые пишут в комментариях мне в предыдущих видео, что это разное, что надо разбираться. Вот, мне сказал, вот практически специалист, профессионал, что это одно и то же. А можно попробовать вот кусочек чего-то там? Да-да-да. А жир тоже надо, да? Отдельно. Так, друзья, смотрите. Настоящая конина. Столица Кыргызстана. Здесь никогда не пробовали? Удивитесь. Я пробовал. Но здесь вкуснее, чем в Москве, потому что в Москве ощущение, что она вся как тушенка. Здесь более натуральная. Ну, жирок, конечно, холестеринчик, ребята, да. Но почему бы и не попробовать? Все в этой жизни в умеренных дозах полезно. Килограмм конины стоит 1200 сомов. Это чуть меньше 1000 рублей. Это очень дешево, потому что в Москве за 1000 вы купите грамм 300. Вот смотрите, что такое 300 грамм. Да, вот такой кусочек, да. Вот. И можно вечером, в принципе, поужинать. Ну, человека на 3 по калориям. Пойдем дальше. Даже если вы не сильно проголодались, то будучи на центральном рынке города Бишкек, обязательно нужно попробовать местные лепешки из тандыра. Здрасте. А сколько лепешки стоят? А горячие или это уже нет? А горячих нету? Нету. Ну, давайте попробуем. Не найдем сейчас горячих. Горячих только утром. Ой, прекрасно. Давайте вот одну тепленькую мне попробовать. Смотрите. А? Тесто прям вот не белое. Мы привыкли, что лепешки, во всяком случае, в Москве, они прям белые-белые. А здесь серая мука. Ммм. Блин. А что у нас в России тендыры другой системы, что ли? Абсолютно другое, более воздушное. Но, видимо, мука другая. 25 сомов. 25. Это 15, что-то там, 17 рублей по курсу скачущему, прыгающему. Взяли, поели, пошли дальше гулять. Сейчас мы попробуем манты по-домашнему. Хошан. Посмотрите. Вот такие вот манты. Делаются вручную дома. Вот такая вот огромная мантоварка, видимо. 25 сомов. Как всегда, продолжается у нас тут ценовой коммунизм. Здесь самоотслуживание. Вот так вот берете пакетик, даете еще кому-нибудь по дороге. Оп-так. Вот такой штучкой можно положить, но я не знаю, как это цеплять. Вот, давай. Вот так вот, смотри, как все. Ага, и я вот так вот. Да? О! Смотрите, сочная, прям такая жирненькая. Наконец-то. Очень вкусно. Это баранина с луком. Домашняя. Домашний манты. Это, знаете, это что-то между мантами из обычного теста вот такого и самцы. То есть, это такие, как жареные пирожки, если сравнивать с чем-то российским. То есть, не пирожки, которые в духовке запекли, а пирожки, которые пожарили. Вот такая вот аналогия. Ну, в принципе, за 25 сомов такой легкий перекус прекрасный на ужском рынке. В Бишкеке оказалось достаточно сложно найти заведение, где готовят бешбармак. Классическое блюдо киргизской кухни. Но нам удалось найти бешбармак номер один. Место находится очень далеко от центра, примерно полчаса пешком. Но надеюсь, что это того стоило. Мы расположились на таком удобном топчине. Очень красиво. Мне очень нравится. Прям аутентично. И заказали бешбармак Талас Нарын. Это классический бешбармак, как мне сказали. Здесь очень тонко порезанное тесто. Не лапша, а именно тесто. Мы это с вами прекрасно видим. Говядина, козы или чучук, неважно. Можете спорить и писать в комментариях. Конечно же, лук, притом разный. Посмотрите, как свежий, так и уже обжаренный. Притом, очень хорошо до золотистого цвета. А вот это что такое, я честно вам скажу, не знаю. Вот с этого и начнем. Это что-то очень-очень вкусное. Может быть, легкое, может быть, другой субпродукт. Ну, в общем, точно вкусно. Давайте все вместе уже попробуем. Вот так вот лапшу, говядину зацепим. Вот эта вот стружка мясная из тканины. Мне, конечно, офигенно. Честно могу сказать, говядина и канина просто топ. В Москве пробовал бежмармак не один раз. Тоже в кыргызском месте. Посольство Кыргызии. Вот здесь будет подсказочка, можете посмотреть этот выпуск. Но это было прям даже близко не так вкусно. Ну, а стоит это блюдо 350 сом. Такая вот большая порция. Это 270 рублей. Отношение цены-качество идеальное. Но есть один минус. это место очень сложно найти. В центре и где нет бежмармака. Прямо в центре Бишкека, на пересечении улицы Исанова с Чуйской улицей, находится островок современного фастфуда. Здесь вы можете попробовать и суши, и рамен. Здесь есть даже киевси. Но мы здесь попробуем фастфуд лагман. Слышали когда-нибудь о таком? Тут еще прикол, что здесь не всегда пропускают пешеходов. А то сбили бы меня на пике карьеры, прям вот не доходя до миллиона подписчиков. Мы с вами здесь видим очень много видов лагмана. И острый, и боссой, лагман из курицы и ганфан. В общем, все они здесь подаются в коробочках. Как в оке. Знаете, в России это очень распространилось, здесь я не видел. Но вот здесь есть такой лагман. Всего две минуты и боссо лагман сухой лагман, прошу заметить, готов. Вот такая коробочка. Как я и говорил, практически вог с овощами, с мясом. И на выбор нам дали палочки или вилку. Я, с вашего позволения, буду все-таки вилкой. Давайте разберем поближе, что мы видим. Очень много лапши, лучок, перчик. А где же мясо? А где же мясо? Все-таки есть телятина. Но ее здесь пока кажется, что как в любом фастфуде стандартом. Немного. Ну, давайте начнем пробовать. Лапша вам скажу такое толстенное. Вот не зря я вам рекомендую это место. Пройти мимо, съесть прекрасный, ВОК хотел сказать, прекрасный фастфуд, лагман, всего за каких-то 140-150 рублей, если говорить о нашей валюте, всего 190 сом. Это действительно копейки. Попить здесь стоит около 40-50 сом, делите на 1,3. В общем, с напитком 200 рублей перекус, 450 граммов, 450 граммов лапши. Это дико калорийно. Что самое интересное, что хоть это и быстрая еда, фастфуд, приготовлено всего за 2 минуты, и мы с вами привыкли думать шаблонно о том, что фастфуд не может быть адекватным ресторанной еде, этот лагман, ну, ничем не хуже ресторанной подачи, во всяком случае, в Бешкете. А поужинать с кыргызским колоритом я советую всем в аутентичной чайхане Джалалабад, прямо в центре Бешкека. В этом ресторане я заказал шурпо. Вы знаете этот суп как шурпа, но по-кыргызски правильно будет именно шурпо. Естественно, с бараниной. Стоит 230 сом. Вы уже умеете прекрасно все делить. Это, давайте, 190 рублей. И не важно, что я даже чуть-чуть, может быть, ошибся. И кувырдак. Классическая кыргызская кухня. Кувырдак с говядиной, с картошкой, и луком зеленым, и в том числе обжаренным. Вот такая вот жареха практически. Курдак бывает разных видов, в разном виде подается. Здесь вот именно такой. И магия монтажа. Пока я вам сегодня рассказывал, у нас появилась жаровня. Это говядина с овощами. 285 сом. Вот такая вот горяченная сковородка. Но пока мы ее закроем, и начнем пробовать суп. Огромный кусок баранины, и огромные же куски моркови и картофеля. Это правильно. Потому что рецептура гласит нам о том, что все это должно быть в очень крупной нарезке. Пробуем бульон. Барашек был жирненький. Ну, как говорится, был и был. Вкусный бульон. Очень хороший. Попробуем картофель. Вопросов нет. Ничего не переварено. Все хорошо. Мясо на кости. Кость белая. Все идеально проварено. Практически отваливается. Баранина прям топчик. Курдак с говядиной и картофелем. Вот так вот выглядит это блюдо. На первый взгляд, так вот, кажется, что, ну, как-то не празднично, да, не инстаграммно выглядит. Но посмотрите, сколько здесь мяса. Пополам с картофелем. На самом деле, в традиции кухни Средней Азии класть одинаковое количество и мяса, и картофеля, или и мяса, и риса, и мяса, и лапши. Говядина вполне себе мягкая, и она не сухая, как это часто бывает, значит, ее томили достаточно долго. Картофель для каурдака обычно сначала отваривается, потом обжаривается. Здесь мы с вами это прекрасно видим. Мы видим корочку, так называемую, на картофеле. И картофель получается таким варено-жареным, то есть он получается и более полезным, и более вкусным, потому что просто вареная картошка не обладает таким вот вкусом жирка, лучка и всего, что мы с вами здесь видим. Блюдо стопроцентно тянет на свои 290 сон, тем более, что в рублях это около 230-240. В любом случае, идеальное соотношение цены и качества. Говядина на жаровне. Что, горяченькая? Очень хорошая подача, но вы видите. Красиво. Что, говорит, когда красиво, тогда красиво. Как всегда, по киргизским традициям здесь очень много разного вида перца. Красный, зеленый, лучок, говядина. В принципе, все ингредиенты плюс-минус по кругу ходят у них туда-сюда. Просто в разных вариациях. Говядина вкусная. Перчик. По запаху он не доведен. Но это только по запаху. Хотя я ничего не понимаю. Очень вкусно. Блюдо вполне объемное. Весит 350-400 грамм. Соотношение цены-качество, как и все, здесь, естественно, идеальное. В общем, если вам хочется вкусно и недорого поесть, то Чайхана Джалалабад ждет вас с распростертыми объятиями. Как и весь город Бишкек. Бишкек оказался очень вкусным и гостеприимным. городом. Вы можете приехать и убедиться в этом сами. Цены вас приятно удивят. Ну, а вкусно это или невкусно вы оцените сами. Кому понравилось это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, несколько комментариев, а мы с вами увидимся уже в Ташкенте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова